ТВ и радио на Патриаршей Пешком вдоль Волги или 4000 километров за полгода Такую цель поставил перед собой путешественник Дима Нижегородский Который стартовал от истока Великой Русской реки В деревне Волговерховье Тверской области И планирует добраться пешком до устья Волги При впадении в Каспийское море 75-й день своего пути путешественник встретил в Казмодемьянске Где решил задержаться, чтобы поближе познакомиться со старинным городом Здесь с Дмитрием Нижегородским встретилась наша съемочная группа Экономист по образованию Банковский служащий с 10-летним стажем Сейчас ему 33 года И свой очередной день рождения Дмитрий Нижегородский планирует встретить на берегах Великой Русской реки Это будет 13 сентября Где-то в Самарской области по подсчетам путешественника Раньше Дмитрий бывал в путешествиях Но отправлялся в них на неделю не больше Ходил по родной Нижегородской области А также в походы на Южный Урал, Кавказ, Крым И соседние с Нижегородским регионы Цель В основном, конечно, личная и внутренняя Никаких социальных целей у меня нет Главное для меня Изменить свою жизнь Ну что ж, пришла мне такая идея Что можно жить по-другому Потому что я подумал, что Раньше жил как-то неинтересно Но всего лишь Престижно То есть работать В офисе Например, вот это Но это же Это престижно, но неинтересно Я подумал, неужели я Так скучно проведу Свою жизнь Можно сказать, это шутка Но когда я слышал, как Розенбаум поет Налетела грусть Ну что ж, пойду пройдусь Вот я подумал Вот, в общем-то, у меня все точно так же Я хочу Из-за того, что мне что-то не нравится Пойти пройтись Чтобы стало веселее Кстати, Розенбаум У него день рождения 13 сентября, как и у меня В один из июльских дней Путь Дмитрия пролегал через город На Волге-Казмодемьянск Позади остались Тверская, Московская, Ярославская Костромская, Ивановская И Нижегородская области Кстати, в Казмодемьянске Дима бывал в детстве с родителями Когда семьей путешествовали по Волге на теплоходе И именно тогда этот город оставил О себе самые теплые воспоминания Я бы даже сказал, что вот как плес на Верхней Волге Здесь, мне кажется, на Средней Волге Казмодемьянск Но настолько он Красив и пейзажен Но что-то такое прям Родное для творческих людей Мне кажется Тут прям такие душевные есть Путешествовать Дмитрий отправился один Но при этом постоянно держит связь с родными по телефону А также общается через свою группу В социальных сетях практически со всей страной Говорит, многие люди его поддерживают Интересуются, как дела в длинном пути А Дима выкладывает для виртуальных друзей Виды тех чудесных мест, по которым шагает Группу пешком по Волге С чем я иду Это вот рюкзак, который весит не менее 20 килограммов Вот, у меня здесь есть все, чтобы путешествовать целые полгода Автономно Хотя иногда захожу в гостиницу Но чаще я ночую вот в этой палатке Перед нами Дмитрий разбил свою одноместную палатку прямо на берегу Волги Заметив, что это не типичное место для отдыха и ночлега Чаще останавливается в лесу Говорит, сейчас ночи теплые А в начале своего пути, 13-15 мая Приходилось перед сном надевать на себя все теплые вещи Забираться в спальный мешок и накрываться всем содержимым рюкзака И дождевиком, и одеялом из фольги Утром первым делом кипятил чай на газовой горелке Который помогал согреться и давал силы идти дальше Это большая разница ставить на средней Волге и на верхней Волге Потому что на верхней Волге много диких животных в лесах И поэтому стараешься поближе к деревням ставить палатку Потому что думаешь, что медведи вроде не любят слишком близко к деревням подходить А здесь я знаю, кто живет в наших лесах Поэтому я спокоен Наоборот, чем глубже, тем лучше У меня на верхней Волге были встречи и с лосями, и с оленями, и с лисой, и с зайцем Ну а мелких всяких просто тьма К счастью, я не встретился с медведем и кабаном, но видел их свежие следы В основном убегали Они боялись меня еще больше, чем я их сам Сейчас из самых безлюдных Дмитрий проходил лишь места Где за сутки на пути встречался только один населенный пункт А вот впереди путешествие будет пролегать по таким берегам Волги Где за четыре дня не встретишь ни одного человека Но отважный путешественник к этому готов Говорит, все ради того, чтобы стать сильнее В первую очередь изнутри Признается, что Волга, вокруг которой сосредоточена вся история России Дает ему все новые и новые силы Редактор субтитров А.Семкин